Всем привет, я Макс. И сегодня у нас топ 5 смартфонов за месяц, февраль месяц 2018 года. В данном топе я расскажу про 5 лучших смартфонов за свою стоимость. От 60 долларов до 500 долларов. Также сразу напомню, что под видео имеется ссылка на более свежий топ, если вы смотрите данное видео позже, чем февраль месяц. Ну и первый смартфон, всего лишь за 60 долларов, это Liago M9. Самый бюджетный в сегодняшнем топе. В этом месяце самым интересным бюджетным смартфоном является данный аппарат, так как имеет интересный набор характеристик. А также оборудован новым типом дисплея с узкими рамками сверху и снизу, что для супербюджетника в новинку. За производительность отвечает самый бюджетный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти, что опять же очень хорошо для данной стоимости. Данной производительности конечно же хватит для повседневных задач и даже для игр в танки. Конечно же не забываем, что это супербюджетный и приложения будут открываться не так уж и быстро, как это бывает в смартфонах за 15 и 30 тысяч рублей. Дисплей здесь имеет IPS матрицу, а его размер составляет 5,5 дюймов, поддерживается 5 касаний. Размер самого смартфона соответствует смартфону с обычным дисплеем 5,2 дюйма. Камера снимает нормально, снимки для супербюджетника более чем нормальные. Для заметок этого достаточно. Также есть и видеосъемка в дневное время суток, снимает хорошо. Отмечу в смартфоне и неплохой аккумулятор емкостью 2850 мА, чего вам будет хватать на один день спокойно. В итоге что мы имеем? Самый дешевый смартфон с отличным набором характеристик. 2 гигабайта оперативки, Android 7, новый тип дисплея, который занимает большую площадь в передней панели, хороший аккумулятор и еще имеет и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. И все это стоит 60 долларов или около 3,5 тысяч рублей на сегодняшний день. Следующий смартфон за 110 долларов это Xiaomi Redmi 4X. Итак, данный смартфон вышел уже ровно год назад, в феврале 2017 года. Но по-прежнему может похвастаться своей актуальностью в этом году. Во-первых, он чуть-чуть подешевел, во-вторых, его начинка по сей день является свежей. По части его внешнего вида ничего особенного. Старый добрый формат смартфона, обычные рамки и обычный металлический корпус. За производительность отвечает 8-ядерный процессор от топового бренда Snapdragon и 2 гигабайта оперативной памяти. Для повседневных операций этого более чем достаточно. Открытие интернета, соцсети, программы, все будет работать на нормальной скорости, не как в супербюджетнике. Кроме этого, можно играть и в топовые игры на средних и низких настройках. Камера предоставляет достаточное качество для этой стоимости. Видео не тормозит. В итоге данный смартфон полностью сегодня оправдывает вложенные в него деньги. А также, как уже известно, смартфон еще и получит свежее обновление системы, что делает его актуальным не только сегодня, а и в будущем. Советую покупать данный смартфон в версии 2.16 гигабайт, либо максимум 3.32. Есть версии подороже, но за те деньги лучше присмотреться к более лучшим решениям. За версию 2.16 китайцы просят сегодня чуть более 6 тысяч рублей. За 160 долларов я советую смартфон Meizu M6s. Смартфон сегодня является новинкой от данной компании. И на сегодняшний день он смело залетает в данный топ, так как подешевел до нормальной достойной цены. По внешнему виду смартфон получил новый вытянутый дисплей. Корпус полностью сделан из металла. Главное, что я отмечу в данном бюджетном смартфоне, это его внешний вид. Он, в отличие от конкурентов, действительно тянет на красивый смартфон в данной ценовой категории. Производительность в смартфоне на высоком уровне, то есть плавность работы и быстрота открытия приложений хорошая. Насчет игр. Работают, конечно же, все игры. Настройки будут в производительных играх. Средние. Прошивка имеет русский перевод. По основной камере в смартфоне все хорошо. Его фотографии одни из лучших именно за эти деньги. Хорошая детализация и цветопередача. Также в смартфоне есть гироскоп, поддержка карт памяти, удобный сканер отпечатков пальцев на боковой грани, как это сделано в смартфонах Sony. И аккумулятора хватает на один день. В итоге данный смартфон вам подойдет, если вы от смартфона хотите небольшую стоимость, элегантный внешний вид, хорошую основную камеру. И в целом вы не игроман. Хотя поиграть на нем вполне можно. Стоит данный смартфон сегодня в китайских магазинах 160 долларов. Или примерно 9,5 тысяч рублей. Если вам 32 гигабайта встроенной памяти мало, и вам все равно нужно покупать карту памяти, то есть версия на 64 гигабайта, и она стоит 190 долларов, то есть на 2000 рублей дороже. До 300 долларов в этом месяце крупной экранной Xiaomi Meizu 5S Plus. Итак, данный смартфон вышел уже один год назад, и тогда он казался дороговатым. Но по сегодняшнему дню он имеет хорошие топовые характеристики, и достаточно подешевел для того, чтобы попасть в сегодняшний топчик. Внешний вид смартфона может кому-то не нравится, а может кому-то понравится. Но тем не менее, он имеет цельнометаллический практичный корпус. Кроме этого, у него обычный дисплей с обычным соотношением сторон Full HD. А также размер дисплея составляет 5,7 дюймов. Насчет камеры. Так как мы рассматриваем для покупки вариант Mi 5S Plus с двумя камерами, один модуль здесь монохромный, а второй цветной от компании Sony. Камера в общем на хорошем высоком уровне, и за эту сумму к ней точно нет претензий. Насчет производительности, здесь топовое железо, и все работает гладко и быстро. Любые топовые игры сегодня идут на максималках. Связь 4G опять же работает в любой точке мира. Громкость и динамика хорошая, аккумулятора спокойно хватает на один день работы в активном режиме. Данный смартфон Xiaomi Mi 5S Plus на сегодняшний день стоит от 280 долларов, или чуть более 16 тысяч рублей. Заказывая конечно в Китае. И за эти деньги это очень хорошая покупка, безусловно. Здесь вам есть и топовое железо, которое прослужит не один год, если вы покупаете на длительный срок. А также компания Xiaomi свои топовые смартфоны поддерживает длительное время. То есть 2 года вам точно обеспечено, а то и больше. Ну и последний смартфон в категории до 500 долларов, это топовый флагман ZTE Nubia Z17s. Внешний вид смартфона необычный. Во-первых он имеет тонкие рамки сверху и снизу, во-вторых дисплей по бокам вовсе не имеет рамок. Он упирается прямо в металлическую окантовку. При размере дисплея в 5,7 дюймов он имеет компактные размеры. И они сопоставимы с iPhone X, Samsung S8, либо с любым 5-дюймовым смартфоном. А также напомню, что смартфон имеет необычное соотношение сторон 17 к 9. Насчет производительности все прекрасно. Здесь установлен самый топовый процессор на сегодня. Это Snapdragon 835 и 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти. Также на выбор есть 64 гигабайта, либо 128 гигабайт встроенной памяти. Прошивка здесь глобальная, поддерживает русский язык и Google Play, если что. Одно из главных в данном смартфоне это его камеры. Две основные камеры хорошо справляются с эффектом боке, а также есть оптический зум. Фотографии и видео на уровне самых известных флагманов. Две фронтальные камеры здесь для того, чтобы также делать эффект боке. И широкоформатные фотографии. Связь в смартфоне 4G поддерживается по всему миру. Аккумулятора при активном использовании хватает до конца дня. А его быстрая зарядка заряжает смартфон полностью всего лишь за 50 минут. То есть меньше часа. В итоге данный смартфон создан не удивлять вас чем-то ошеломляюще новым. Это просто добротный флагман со всем необходимым шиком и производительностью для топового смартфона. Стоит данный смартфон от 480 долларов или в рублях от 28 тысяч рублей. За версию на 6 64 гигабайт. А самая топовая версия на 8 128 гигабайт стоит 34 тысячи рублей. Ну а также напомню, что если вы не смогли подобрать себе смартфон в данном топе, то обязательно посмотрите топы за предыдущие 2 месяца. Ну а если вы смотрите данный топ не в феврале месяце 2018 года, то обязательно перейдите по ссылке внизу в описании на более свежий и актуальный топ. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравился данный топ, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый месяц выходит свеженький топ. Если вы не определились в выборе смартфона, то пишите свои вопросы под данным видео. Я обязательно постараюсь на них ответить. Удачи всем и пока!